ну что же здравствуйте всем 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 любителям и не очень природного камня и сегодня был конечно тяжелый день ну вот он я какой-никакой частями местами так сказать сейчас присяду поудобнее насколько это возможно и просто кратко поделюсь событиями сегодняшнего дня и конечно же главное событие сегодня это то что я побывал у друзей и наверно осмелюсь сказать общих моих и константина сибиряка грубо говоря так потому что по другому как познакомился с хорошими людьми пообщался сегодня с хорошими людьми все люди отзывчивые добрые этого оказываются просто вот знакомые константина сибиряка но по случаю теперь и мои знакомые поэтому будем считать что мы как бы теперь друзья вот очень к чему это все веду от общих друзей получил вот такую сегодня чемоданчик еще не вскрывал сразу говорю откровенно но там должно быть нечто красивое там должны быть не только приняты но и нечто большее поэтому не буду тянуть потому что не терпится самому если честно вообще прямо посылка так назовем ее очень тяжелая конечно я сегодня с ней по бегал по городу сегодня даже в пользу того что пришлось посылки самому бегать отправлять потому что дни последние почты уже работать не хочет по-человечески и пришлось просто по блату ходить и отправлять все эти дела вот значит я себя камеру настрою момент то что-то она как-то неровно загибается почему-то у меня да ну ладно не суть даже не знаю с чего начать даже не знаю с чего начать насколько я знаю константин сибиряк он здесь разделил разделил все эти позиции наверно крупные мелкие средние сейчас я найду ножичек ну начну пожалуй вот с этого здесь наверно что-то необычное может быть а что-то может нестандартное так что у нас здесь какие-то даже окаменелости окаменелости приняты это мне кажется больше морская тематика я конечно не такой уж прямо эксперт я все-таки любитель мне кажется морская тематика надо будет обратиться к своему наставнику постникову ивану я думаю он точно скажет что это и с чем это едят ну здесь у нас приняты приняты еще раз приняты это явно что-то мужской как по мне вот какие-то узоры необычные вот это вот красавцы уже вижу что можно сделать очень даже неплохую неплохой браслетик вполне потому что уже есть заказы на приняты вы браслет есть заказ на кольцо то есть это то чем буду ближайшее время заниматься поэтому если кто-то вот глядя сейчас на эту вот красоту все-таки что-то для себя присмотрит пожалуйста успевайте несмотря на то что камней много возможно мы с константином заведем отдельный альбом где будут продаваться приняты как коллекционка есть такая мысль у нас пока еще работаем над ней вот далее что у нас далее ох красота какая здесь уже просто целая я бы назвал пещеры приняты вы просто-напросто вот эта красота вполне можно сделать красивую кольешку необычную или даже просто кулон просто простенький кулон то есть без декора без всего он будет не тяжелый не объемный но в то же время класс вот шарик принципе я бы его оставил так он мог бы быть спокойно включением какой-то композиционной работе почему бы и нет дальше вот такая вот пещерка ну вот это вот можно сделать кабошон опять же интересный как я уже делал то есть вот с этой пещеркой вот это основа кабошона овал по кругу придаем форму и центральная часть остается собой это кстати смотрю более белые такие вот жемчужного цвета оттенки принятых с таким я еще не работал это пока сюда положим это пока сюда вот тоже с пещеркой вполне можно сделать пару кабошонов вполне красота чтоб вам виднее было тоже крупная колобошка принято в принципе тоже можно сделать кабошон попытаться да вполне возможно получится интересная композиция кабошоновая вот это может быть кабошоном очень даже вполне вероятно вот вполне какую-то декоративную работу сделать есть правда я смотрю на рост и надо в щавелевой кислоте благо я и запасе в щавелевой кислоте будет проварить посмотреть что получится вот тоже вполне может стать браслетиком или кольцом почему бы и нет это все мы убираем аккуратно пока что я потом еще буду более детально все это изучать конечно чтобы просто ваше время не тратить ах ладно сначала живем с коробочками сначала займемся коробочками ух ты красота вот пожалуйста почему бы не сделать сразу вижу что виноградную друзу опять же для браслета крупновато для кольца тоже а вот для подвески лишнее если убрать почему нет но это как первое что вот мне приходит в голову когда я уберу его в руки а вот уже даже вижу кольцо о котором меня так просили уже не один человек пожалуйста вот смотрите вот это вот колобашечка если ей вот ее зашлифовать потом довести форму и заполировать получится вполне дельный кабошончик вот тоже почему бы и нет добротная то что к колечку можно браслет наверное даже получить интересно хотя я вот вижу другое немножко учитывая что есть вот это вот скалистые основания вполне реально сделать необычную подвеску какой-то такой фантазийной тематики если эту буду каждый показывать я наверное вас замучу вот красота какая прям крупная такая объемная друза назову ее так здесь с одной стороны можно оставить а с другой стороны можно и обработать но это еще надо думать надо подумать вот какой красавец вот это прямо вот вообще красота идеальные фактически 3 вот такое тут даже полировать жалко если честно вот это могла бы быть или браслет или подвеска очень даже интересно между прочим почти как сердце если немножечко вот здесь вот вывести эту часть вот смотрите как будто бы сердечко мне кажется это будет подвеска однозначно роскошная получится подвеска грешно полировать будет вмешиваться природа в данном случае да тут очень много красоты я чувствую что это не на один час сейчас как раз грядут тридцать первым после тридцать первого бог даст теплые деньки и для меня это очень важно потому что в такое время простой мастерской станки стоят соответственно вода замерзает я уже это показывал и не раз поэтому это как бы ну плюсом будет идти какая прелесть хоть и сколоты но что-то я вот чувствую есть просто нужно обязательно зашлифовать заполировать и там точно красота будет внутри вот если видно вон двух оттенков как будто бы по трещинке вот эта часть светлее это темнее и это очень будет интересный эффект гарантирую однозначно тоже вполне можно колечко сделать вот интересная друдочка вот этого подошло под браслет снизу немножко выровнять грань и оправить и почему бы и нет вполне добротный браслетик симпатичный получится в принципе в принципе есть даже постараться учитывая что здесь вот скольчик я бы что сделал я бы его немножко вот шлифанул и при поле ну то чтобы нет наверно вы полировал бы даже и там бы целый мир открылся вот этот принятого в том плане что солнце будет попадать оно будет сиять красота вот это кабошончик можно сделать в том же формате который я уже показывал центральную часть оставить как есть природная остальное все шлифовать приполировать возможно возможно там будут даже какие-то узоры включения вполне реально повреди поглядя поглить поглядя уже столько соблазна для меня ладно это пока откладываем сейчас переходим к самому такому уже похо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо ох ты ж ну это вообще просто нечто застрял в пещерке вот это просто нечто да я предполагал константин большой привет наверное я не зря тебе сказал что большая друза может кто-то меня поправит но если это не коллекционка то это обязана быть просто частью бонсай то есть она должна быть основой для бонсай как по мне если конечно ничего другого сейчас не виду но здесь красиво вот здесь в принципе с одной стороны можно оставить природную часть а с другой стороны вот этот верх я бы наверное вы полировал весь сшлифануть и выполировать и если сделать таким форматом вот она будет смотреть с одной стороны можно даже вот тут бонсайку посадить и бонсайку я имею ввиду которую я вот вручную изготавливаю деревья коллекционные образчики и это было бы вдвойне ценнее в том плане что такой коллекционный образец шикарный на нем еще какой-то бонсай да стоит задуматься пока отложу ох вот какая красота но это рука не поднимется у меня вот тут что-то с ней делать это вот однозначно коллекционный как по мне шикарный образчик можно попробовать щавелевка немножко протравить чтобы вот окислович не ушли но эта красота смотрюсь и по всему кольцит вот даже включение есть вот они переливаются прелесть прелесть ох а вот здесь вот уже да вот посмотрите внимательно вот здесь уже видно что шарики все сколоты крупный образчик ну здесь вполне реально сделать гарнитур целых потому что кабошон не один лезет а мне кажется 1 2 3 как минимум может даже на кольцо еще останется пятачок но это вот именно тут как сама природа велел а обратная сторона если вот щавелевки попробовать протравить вот три шарика здесь видно такая природная и дикая что тут тоже может быть частью какого-то сувенира однозначно вполне реально что я и просто располовиню вот эта часть пойдет на кабошон и на гарнитур а вот эта часть пойдет наверно какой-то сувенир посмотрим но это факт я просто делюсь сейчас с вами ребята что вижу дамы и господа правильно сказать ох вот здесь вот смотрю и кальцитики судя по всему и принят тоже как коллекционка либо как основа под бонсай тоже вполне реально то есть да наверно даже так и есть просто есть опасение что и жилья не ошибаюсь пусть метры поправиться если это не кольцит хорошо а если это кальцит все же таки он конечно растворится в условиях электролита гармонических ванн вот важно это мы еще будем думать это я просто показываю пока крупные обращения это у нас что такое ну вот это вот она значит она кабошон хороший добротный кабошончик с природным основанием должен получиться вполне красиво то есть раз располовинить сразу откроется что у него есть чего у него нету скажем так это красота конечно крупный так ну вот этот вот сколотый образчик тут наверное даже пара кабошончиков 1 и 2 вполне реально можно сделать но здесь пока затрудняюсь что-то в этом есть особенно вот это место мне нравится вот тут вот включение будет однозначно лучевидные вот эти вот звездочка принятого значит есть смысл сделать кабошончик да а вот эту часть скажем так дикую скалистую здесь уже можно сделать декоративный элемент то есть какой-то как я обычно делаю в духе скалы скажем так какие-то соцветия веточки но вы знаете как я работаю вполне реально вот я сейчас смотрю через камеру конечно вот так вот снизу подглядываю на вас и вижу что да это подвеска и здесь это будет природная сторона то есть композиционная работа однозначно красота вот это будет красивый кабошон я уже сразу вижу потому что внутри светится я к сожалению нет собой фонарика хорошего так можно было бы каждый показать но это будет классный кабошон ближку все убрать основу это будет просто красиво вот это тоже вполне интересный кабошончик и здесь если вообще протравить тут вот видно маленькие такие шарики вот значит можно это как-то обыграть как мне видится что вот эту часть нужно превратить кабошон заднюю часть чуть-чуть выровнять срезать оставив вот эти природные шарики будет просто красота я вижу здесь такой цвет слегка салатовый белосалатовый что ли назвать умолочно-салатовый да немножко отличается оттенок вполне может выйти красивый кабошончик вот это интересно тоже можно обыграть фактически без породы вот тут только частичка сколотый да но тут можно даже сделать какой-нибудь пятачок вполне реально камера у меня как странно фокусируется здесь кабошончик породу уберем что у нас еще здесь интересного особо тоже кабошончик вполне реально можно сделать так ну вот здесь вот сильно окисленно ничего не понять надо обучаю легких сортировать промывать все-таки придется ну и что у нас еще здесь есть да вот здесь уже более таки сколотая брачка но это наверное мы сделаем с вами так я их так превращу в кабошоны и потом покажу всем вам и если кому-то нужно что-то особо свое может кто-то из девушки женщин захочет именно для себя что-то или для родных близкий какой-то там подарок допустим без наворотов без всякого декора кольцо или там еще какой-то кулон мало ли вот пожалуйста будут кабошоны лежать и вы уже решите надо новому ли не надо о какая красота интересная прямо весь такой разросся вот вижу что-то вот фруктовая не знаю вот прямо опять вот душа просится вот если вот здесь вот ее вот прям по этой вот трещинки разрезать то остается у нас вот эта часть вот тут точно это будет это наверное будет брошь это скорее всего будет брошь виноградная вот эту часть убираем вот здесь вот по сколу разрезаю и получается такая вот прямо виноградная гроздь ну кто видит я думаю надеюсь видно кто поймет на чем я говорю красота здесь вот пойдет усик окутает как будто эти ягоды как будто бы он их немножко сместил вообще красота будет однозначно да вот это вот вполне будет интересным браслетом здесь сколоты шарики вот это место полируем шлифуем полируем заднюю выравниваю и получится очень интересный браслет можно сделать композицию какую-то цветочную а можно оставить так здесь будет природная часть здесь будет кабошончик слегка почему нет вполне по крайней мере мне так видится ух вот здесь вот хороший лучик прямо вот их не знаю показывает камера нет хороший лучик здесь надо постараться сделать шлифовку и полировку чтобы показать всю эту красоту заднюю сторону нужно будет выровнять и даже приполировать скорее всего и вот здесь вот нужно немножко придать форму а здесь станется дикарем сюда ляжет медь как по мне будет красиво смотреться без наворотов без декора ляжет медь закроет а вот эта часть будет сиять зеленым красота точно будет классно если сейчас я мог запустить готовку вот такие вещи было бы классно в готовку запустить чтобы она придалась полностью круглая такая форма и опыта полировать уже вручную вполне реально было бы интересные даже какие-то гусики получить вот ну и в общем то что еще показать более мелкая но не менее интересная конечно тоже они сияют некоторые такого беловатого цвета красавчики вот например такая прям светленькая чему не дружочка винограда вполне красиво красиво конечно но в общем не еще работа предстоит много чувствую по крайней мере изначально в сортировке это раз потом в обработке в щавелевой кислоте это два посмотрим как она вообще себя проявит с таким камнем я не работал вот тоже интересно можно композицию сделать уже вот я прям вижу вот эти все природные вот элементы они мне дают только повод для вдохновения говорится повод для того чтобы их задекорировать кто-то бы сказал что это дефекты но не для меня вот это вот меня радует что я хотя бы как-то эту вот часть вижу вот эта часть вот она природная здесь целые шарики и и не нужно трогать максимум что сюда может залезть это вот сама медь нарасти а вот эта часть сколотая то есть уже природа как бы нарушена да и соответственно я могу ее дополнить немножко или про правильно сказать ну хотя бы отчасти завершить и тут самое лучшее это при полировать эту сторону а еще лучше придать форму какую бы то ни было чтобы камень немножко заиграл чтобы вы могли не только наслаждаться природной стороной но и работой мастера как говорится мне кажется это в некоторых случаях тоже очень важно вот в общем то вот наверное на этом и все что тут еще сказать я пока и складываю на место с этими образчиком будем еще отдельно работать я еще поговорю сейчас константином а видео это потом обработаю и выложу всем вам свободный доступ по крайней мере уже те кто хотел что-то заказать будут знать что вот камни сейчас на руках у меня соответственно мне с ними работать и радовать вас поэтому константин тебе огромное спасибо что не только как говорится за доверие ну и что даешь возможность поработать с такой красотой потому что работать с необычными камнями для меня это но это прямо лучшая награда даже передумал меня как никто другой поймешь насколько это для таких как я важно немножко контуженный я на этом согласен но какой есть как говорится вот поэтому спасибо тебе большое кость за это все с этим еще говорю нужно будет смотреть поработать вот я еще даже не открывал вот этот пакетик сколько я помню уже у меня просто эмоции сейчас прямо клещет из меня вот пожалуйста вот шарик ну все это точно кому-то кольцо будет кто там просил девушки отзывайтесь ставьте лайки пишите комментарии кому 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 только одному вот она я сразу вижу что это кольцо вот это кабошончик будет вот это будет просто шикарный кабошон крупный он будет сиять это сто процентов особенно когда нижняя часть заднего откроется основание да вот пожалуйста еще кому кому только одному колечко будет достанется будет сиять не хуже чем предыдущие работы а вот это можно сделать даже два в одном может колечко необычно может браслетик вполне реально здесь шарики целые не сколотые здесь они сколотые значит спору их обработать открыть красоту камни что он засиял вот это интересно смотрите какая красота целый целые шарики даже как такой цвет прямо прозрачно лазурный а вот здесь сколотая и то есть с одной стороны можно конечно что-то добавить то есть при поле при добавить композицию либо заполировать попробовать тоненькая конечно пластиночка но почему нет вот аналогично а здесь даже с двух сторон вот это вот красота тут можно оставить как есть природная разве что вот этот вот обрамление здесь ляжет медь гальванической получится простенькая но духовная подвеска сибирским как говорится душевным кибишка души душой и аурой я не знаю кто как воспринимает камни кто как чувствует но я ко мне очень сильно чувствую порой хотите верить хотите нет они мне отвечают я могу много ситуации рассказать когда действительно ко мне не только слышат но и хотят быть услышанными а то кто слушает тот и услышит скажем так как бы не было вот этот шарик интересный можно сделать очень трудно мне будет конечно с моим артритом на пальцах но 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 вот это почти целый шарик целый значит значит его нужно выполировать так чтобы он максимально сохранил форму и показал свою красоту внутри а вот за это скалистые основания его можно прикрепить это будет вполне шикарнейшие кольцо просто шикарное кольцо будет такое можно даже в позолоте обрамить кстати вот пишите комментарии девушки кто вообще кто-то любит что вы больше любите грубо говоря позолоту серебрение меднение то есть я говорю так своим языком гальваническим скажем так ну что вы больше любите проще по металлам то есть серебро золото медь может кто-то бронзу любит и так далее потому что это тоже для меня важно с позолота сейчас не так часто работаем но тем не менее иногда хотелось бы очень хотелось поэтому комментарии ваши очень важны и тем более ваше мнение так что пишите кто что любит вот в общем то и все что хотелось пока что показать пока что я этим еще сегодня займусь это надолго это я чувствую я независимому не на один час однозначно это сейчас мы с вами полчаса появится беседовали вот камни уже ко мне тянутся прям полчаса побеседовали но я с ними буду еще общаться очень и очень долго поэтому все это если показывать утомлю наверное тех кто утомил телен или те кто не воспринимает о чем я тут вот так усердно рассказываю но такой вот я такая вот работа поэтому ждите все как говорится кто любит нас того любим мы поэтому будем считать что это начало ролика первая часть его назовем ее так и назовем первую часть будут еще продолжение я наверное даже покажу процесс работы я наверно даже вам если интересно покажу как это бывает моих условиях моей ситуации когда нужно станки камнерезанные в не отапливаем мастерской размораживать сначала а потом уже заливать кипяток и работать с кипятком который в момент превращается в ледяную воду и как потом пальцы сводит но все равно приходится работать а что делать потому что красота требует жертв как говорится и мне особо выбора то нет приходится терпеть но это пока 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 я надеюсь что все таки я был услышан хотя бы отчасти что я буду изловчаться стараться выкраивать но нужно мастерскую хотя бы заложить фундамент то есть вот в планах вот хотя бы фундамент чтобы был и может быть даже получится закупить газоблоки хоть даже бракованный не суть важно потому что главное чтобы было как говорится было были стены и крыша а когда работаешь под крышей как моем случае это ну кто не сталкивался тот не поймет то есть помещение крыша не утеплен не утеплена совершенно а там все оборудование там все камни мастерская летом там чересчур жарко зимой там чересчур холодно стены вы не поэтому вот если неравнодушно есть в любом случае спасибо кстати слов как лице повод представил спасибо всем девушкам кто уже помогает кто принципиально как бы кидая денежку покупая что-то конечно спасибо всем кто покупает что-то потому что в любом случае я стараюсь это все как бы выкраивать добавлять копилка она у меня уже есть вон рядом есть интересно могу показать то есть я уже как сказать уже начал копить она уже лежит вот две с половиной тысячи это чистыми кто вот девушки непосредственно мне вот переводили особенно постоянные покупатели именно что вот с комментарием на мастерскую поэтому спасибо вам венере тоже спасибо людмиле спасибо в общем спасибо вам за это то есть я в любом случае вот она лежит я коплю это начало как говорится положенное на закладку фундамента поэтому вот если неравнодушные есть хотите стать частью истории пожалуйста приобретайте заказывайте буду только благодарен и рад и от благодарю каждую и каждого при любом раскладе независимо от того это 50 рублей 100 рублей или 500 или 1000 рублей не важно поэтому всем спасибо до встречи как говорится пока 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 всех люблю целую обнимаю не болейте берегите себя и конечно с наступающим новым годом наверное уже увидимся в следующем году всем пока удачи ребята